Для синхронизации с моментом воспламенения топливо-воздушной смеси в цилиндре 1 бензинового двигателя служат высоковольтные импульсы, которые система зажигания подает на свечу зажигания этого цилиндра. Эти импульсы снимаются при помощи высоковольтного датчика синхронизации черного цвета, разъем которого подключается к входу инсинкро, расположенному на переднем панели USB AutoScope 4. Датчик синхронизации устанавливается на высоковольтный провод первого цилиндра. Такой провод штатно присутствует на классической EDIS-системах зажигания. На автомобилях с индивидуальными катушками необходимо снять катушку зажигания первого цилиндра. С помощью высоковольтного провода и адаптера подсоединяемся к свече зажигания, черный синхродатчик подключаем на высоковольтный провод. На автомобилях, оснащенных модулями зажигания, поступаем аналогично, но в этом случае понадобится сразу несколько высоковольтных удлинителей. Датчик синхронизации, как всегда, устанавливаем на высоковольтный провод цилиндра 1. Для правильной работы алгоритма скрипта CSS очень важно, чтобы на записанной осциллограмме сигнала синхронизации были четко видны реальные моменты возникновения так называемой рабочей искры зажигания. Она возникает вблизи верхней мертвой точки в конце такта сжатия, когда давление в цилиндре высокое. Наряду с рабочей искрой датчик регистрирует также и так называемую холостую искру, которая в диск-системах зажигания всегда чередуется с рабочей искрой. Она возникает вблизи верхней мертвой точки, но не в конце такта сжатия, а в конце такта выпуска, когда давление в цилиндре низкое, поэтому пиковая амплитуда такой искры небольшая. Напомню, что для скрипта CSS очень важно четко отключать момент возникновения рабочей искры в цилиндре 1 от всех остальных искр, а она имеет наибольшую амплитуду. Для облегчения этой задачи выходной сигнал высоковольтного датчика синхронизации черного цвета подается на специализированный вход инсинкроприбора. От остальных входов она отличается тем, что перед оцифровкой входной сигнал сначала проходит через пиковый детектор, за счет этого кратковременные пиковые значения сигнала надежно регистрируются и теперь отражают амплитуду пробивных напряжений намного нагляднее. При этом сигнал, обработанный пиковым детектором, принимает специфический вид. Для синхронизации с моментом воспламенения топливо-воздушной смеси в цилиндре 1 современного дизельного двигателя служат электрические импульсы управления, которые блок управления подает на топливную форсунку этого цилиндра. Это может быть электромагнитная, либо пьезофорсунка системы Common Rail, насос-форсунка, либо PLD-секция. Удобнее всего снимать такие импульсы при помощи токовых клещей малого размера, таких как CTI-M. Кстати, эти клещи были специально сделаны для таких измерений. Разъем сигнального кабеля токовых клещей подключается к входу 4, расположенному на передней панели USB AutoScope 4. На старых дизелях с топливными форсунками, не оснащенными электронным управлением, для синхронизации с моментом воспламенения топливо-воздушной смеси в цилиндре 1 служит факт кратковременного микроскопического расширения топливопровода цилиндра 1 в момент нагнетания топлива непосредственно перед впрыском. Это расширение регистрируется при помощи пьезоэлектрического датчика PD-4, либо PD-6, сигнал которого предварительно обрабатывается с пьезоусилителем, после чего поступает на вход 4, USB AutoScope 4. На электронно-управляемых дизельных форсунках для синхронизации с моментом впрыска топлива рекомендуется записывать не импульсы напряжения управляющего сигнала, а импульсы тока, протекающего в цепи форсунки. Это связано с тем, что в конкретно взятой форсунке импульс тока возникает только тогда, когда блок управления подает на нее команду открыть управляющий клапан. Таким образом, импульс тока может выступать в роли надежного импульса синхронизации. Форма импульсов тока управления форсунков определяется типом управляющего клапана, который может иметь либо электромагнитный, либо пьезоэлектрический привод. Оба этих типа импульсов синхронизации подходят для работы со скриптом CSS. Во всех перечисленных случаях скрипт CSS автоматически распознает импульсы основного впрыска и отличает их от всех остальных. На старых дизелях с топливными форсунками, не оснащенными электронным управлением, для синхронизации используется пьезоэлектрический датчик расширения топливопровода высокого давления, по которому дизельное топливо нагнетается к форсунке цилиндра 1. Выходным сигналом этого датчика является не напряжение и не ток, а заряд. Поэтому сигнал такого датчика сначала поступает на усилитель заряда, где преобразовывается в напряжение и только потом подается на вход осциллографа. Следует отметить, что сигнал пьезоэлектрического датчика расширения топливопровода высокого давления дизеля имеет достаточно специфическую форму и содержит в себе много сопутствующей информации, по которой с некоторой долей достоверности можно судить об исправности элементов топливной аппаратуры дизеля. Некоторые дизельные двигатели оснащены форсунками без электронного управления могут иметь одну важную особенность. Встречаются модели, где форсунка одного из цилиндров оснащена датчиком движения иглы. Сигнал этого датчика может успешно использоваться в качестве источника сигнала синхронизации. Такой сигнал синхронизации намного более надежен, нежели сигнал от пьезоэлектрического датчика расширения трубопровода, так как практически не зашумлен. Следует заметить, что форсункой с датчиком движения иглы зачастую оснащен не первый цилиндр. В таком случае важно не забывать правильно указывать номер цилиндра синхронизации.